Продолжение следует... 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 Рак молочной железы нанимает второе место после рака лёгкого, как я говорил, в отношении метастатического поражения головного мозга. И вот данные наших немецких коллег регистра 2016 года по поводу потипов рака молочной железы и частоты поражения головного мозга. ХЕР2 положительный потип 49% имели частоту поражения головного мозга, тройный негативный потип 20% и люминальный потип 30%. И медианная выживаемость различала зависимость от потипа рака молочной железы. Наилучший прогноз был у больных ХЕР2 позитивным раком молочной железы. Медианная выживаемость 12 месяцев. И наилучший вариант в отношении прогноза – это тройный негативный вариант около 4 месяцев. По поводу, опять же, статистики, случаев, если больных ХЕР2 позитивный рак молочной железы, примерно 37% по данным других исследований имеются метастазы в головном мозге. А из данных по группах это чаще у молодых пациенток и пациенток с большой опухольной нагрузкой, когда имеются метастазы более двух локализаций. И медианное время до развития метастазов в головном мозге у больных, получавших тросозумаб, около 13 месяцев. А не получавших тросозумаб – около 7 месяцев. То есть всё-таки назначение тросозумаба, даже в тех случаях, когда очаги исходно бессимптомные, и, как правило, потом уже в случае симптоматики выполняется метастазы головного мозга, назначение тросозумаба удлиняет сам процесс. И, видимо, тросозумаб всё-таки влияет на эти зоны, где имеются уже суплинические метастазы головного мозга и позволяет уменьшить скорость их роста или замедлить процесс роста метастазов головного мозга. Методы лечения метастазов головного мозга вам хорошо известны. Это вокальные методы лечения. Первые три варианта – это лучевая терапия, нейрохирургия. И в последние годы всё больше расширяются возможности стереотоксической радиохирургии, радиотерапии. И системная терапия – это химиотерапия, таргетная терапия. И для ракомол-6G тоже состава уже актуальна – это иммунотерапия. Шкала прогноза. Вам также известна первая шкала – это РПИ, где учитывается статус больных по Карновскому, состояние процесса, перечитого экстракраниального процесса, возраст пациентов. И здесь наибольший процент больных, примерно 2,3 пациентов, 65% – это больных, у которых имеются метастазы в головном мозге и других органах. И при проведении одной лучевой терапии прогноз неблагоприятный только 4 месяца медианной выживаемости. Поэтому, конечно, таким пациентам нужен системный контроль болезни. Другая шкала, более точная, это шкала GPA, которая учитывает также и биологические потипы опухолемолочной железы. И, в частности, допустим, если взять больных эстроген-позитивным, раком-хердопозитивным, при наличии метастазов в головном мозге и печени в костях, если при РПИ-классе раньше медианной выживаемости была 4 месяца, то когда мы учитываем уже возможности лечения больных с учетом биологического потипа, это системная терапия, в первую очередь, конечно, то медианной выживаемости уже 25 месяцев. То есть все-таки системное лечение значительно увеличивает прогноз, улучшает прогноз выживаемости больных даже при наличии метастазов экстракраниально и наличии множественного поражения висцерального. Что касается алгоритма лечения метастазов в ЦНС, и в нашей стране рекомендации и Русска, и Аора, и в США, в частности, с НССН, они примерно схожи, и все зависит от количества метастазов в головном мозге, от прогноза пациентов по выживаемости, от симптомности очагов, от размеров и от других факторов. И хирургическое лечение в данном случае применяется у пациентов, если имеется солитарный метастаз с масс-эффектом. Если же очаг менее 2,5 см, в таком случае на первое место выступает сиротоксическая радиотерапия в режиме радиохирургии, это один сеанс, или в режиме гипофракционирования, когда несколько сеансов радиотерапии. При множественном поражении головного мозга здесь уже есть свои особенности. Опять же, облучение головного мозга до последнего времени являлось стандартом. У больных есть более 4 очагов головного мозга. Но в последние годы имеется тренд в отношении стереотоксической радиотерапии и радиохирургии. И, допустим, если у больных, допустим, тот же самый HER2-позитивный рак по лучшей железы и метастазы до 10 очагов головного мозга, и здесь всё-таки предпочтение даётся радиотерапия или радиохирургия стереотоксическая. Потому что у больных лучший прогноз выживаемости более 1 года. И пациенты могут в случае проведения в лучевой терапии на весь головной мозг иметь когнитивное нарушение в 30-40% случаев. Поэтому максимально в лучевой терапии на весь головной мозг оттягивается на более поздний этап. Но в других случаях, когда более худший прогноз выживаемости, здесь, конечно, облучение всего головного мозга показано при множественном поражении головного ЦНС. И даже в этих случаях, возможно, в отдельных случаях выполнение стереотоксической радиотерапии или радиохирургии. Если симптомный очаг с массой эффектом, то опять же здесь на первое место выступает радиохирургическое лечение, а потом уже после удаления метастазы головного мозга, изучение его биологических характеристик, дальше уже системный контроль, плюс ещё дополнение в виде радиотерапии или радиохирургии. Ну, как известно, локальная терапия — это стандарт первой линии лечения. Системная терапия до сих пор до этого считалась неизученной. В том числе не имелось ещё лекарств с назначением, где бы было показано, что метастазы головного мозга являются показанием для назначения системной терапии. Проблема в том, что пациенты до сих пор исключаются из большинства исследований по изучению новых препаратов, когда у них имеются метастазы в ЦНС. Считалось, что при метастазах менее 1 мм сохраняется гемитоэнцефалический барьер. И в данном случае такие важные факторы, как липофильность лекарственных препаратов, размеры молекул, влияние эффектных систем, оно очень важно при микрометастазах, когда препараты, допустим, таргетные, и концентрация в ЦНС зависит в том числе от влияния гликопротеинов. При больших метастазах более миллиметра здесь уже влияние барьера значительно снижается. И здесь даже обычная химиотерапия системная химиотерапия или терапия таргетная, иммунотерапия, она может оказывать эффект. Я не буду очень подробно останавливаться на разных вариантах химиотерапии, которые в предыдущие годы, в том числе еще в прошлом столетии, изучались при больных метастазах в ЦНС. В частности, при раке молочной железы показали, что в свое время эффективность стандартные режимы химиотерапии это схема и КАФ, и СИМОЭФ, и другие режимы химиотерапии с производными платины. Гемцитабин с производными платины показал эффективность в разных режимах лечения. Капельцитабин в последние годы, и в начале этого столетия, и в сочетании с мучевой терапией также показал относительно высокую эффективность при лечении метастазов в раке молочной железы. Что касается гормонотерапии. К сожалению, пока еще нет больших исследований, где бы включались пациенты с метастазами ЦНС при назначении, скажем, ингибиторов СИГ-КИ4-6 в комбинации с гормонотерапией. Но еще отдельные данные, в частности, из исследований, где изучались препараты ПАОБОЦИКЛИП или РИБОЦИКЛИП, где у пациентов, которым назначалось сочетание с гормонотерапией, достигались или стабилизации, или даже частичные регрессии. Но, разумеется, схема лечения гормонотерапии сочетания с таргетной ингибитор СИГ-КИ4-6, она требует отдельного изучения, как отдельного варианта лечения для метастазов ЦНС. Пока это только отдельные наблюдения. А что касается крупных, таких рандомизированных исследований, таких пациентов включают, но, как правило, с бессимптомными метастазами ЦНС. Там негативный рак МООЧИЧЗИ. Ну, разумеется, вам хорошо известно исследование импешин с включением отеза лизумаба. И в это исследование, если дальше мы посмотрим, здесь было показано достоверное увеличение выживаемости, в том числе общей выживаемости пациентов. И в исследование включались пациенты в том числе и метастазами ЦНС. В частности, 61 пациент имели метастазы головного мозга и 840 пациентов не имели метастазы ЦНС. И преимущество было показано в том числе группе больных, которых имели метастазы ЦНС. Но это были бессимптомные метастазы, и поэтому это отдельная подгруппа, в том числе иммунотерапия, как известно, бессимптомность метастазов головного мозга и отсутствие необходимости назначения стероидов. Это очень важный критерий для того, чтобы позволило достичь эффекта иммунотерапии, чтобы увеличить возможность ее эффективности у этих пациентов. Что касается херба, позитивного рака малыша, здесь у нас есть много разных вариантов лечения. И до назначения лучевой терапии, здесь у нас есть варианты лечения, в частности с лапотинибом и капсистабином, или капсистабин и лапотиниб плюс трассозумаб, это тройной вариант лечения, это двойная блокада плюс капсистабин, с эффективностью 66, даже 80% при двойной блокаде. Но, тем не менее, медианная выживаемость у этих пациентов была при назначении только терапии системной не очень высокой. И лучевой терапии на весь головной может, в частности, откладываться примерно на 8 месяцев. А все-таки наилучшие результаты были достигнуты, когда сочетался вокальный контроль, в частности, гибиторы HER2 и трассозумаб с токсанами, в сочетании с вокальным контролем медианной выживаемости, по данным исследования Клеопатра, 34 месяца. И другое исследование Эмилия, где сочетание трассозумаб и танзина плюс, опять же, вокальный контроль почти 27 месяцев медианной выживаемости пациентов. Другие варианты лечения также имеют право на жизнь. Это трассозумаб плюс различные режимы химиотерапии. У апатини трассозумаб плюс химиотерапия медианной выживаемости может достигать более 30 месяцев. Но здесь уже исследования были не рандомизированы. Все-таки наиболее такие точные данные были показаны в исследовании Клеопатра и Эмилия, где достоверно было показано, что медианной выживаемости достигает двух лет и более у пациентов при сочетании системного лечения лечения. Выбываемся из регламента. Хорошо, я сейчас ближе к завершению. Два слова исследования Камила показало, что трассозумаб мтанзин даже после прогрессирования в ЦНС при продолжении терапии этим препаратом может достичь системного контроля. Девять месяцев почти, и шесть месяцев, когда добавляется вокальный контроль и плюс продолжается терапия трассозумаб мтанзином. Другие варианты лечения последние годы изучаются. Это и нератини в сочетании с капсистамином, и веролимус в цели преодоления резистентности. И вот последнее исследование это тукатини плюс капсистамин трассозумаб достоверное увеличиваю медианной выживаемости и эффективность лечения с капсистамином трассозумабом. То есть есть новые варианты, конечно, перспективнее они изучаются и в конце что же нам делать в случае если у больных имеется прогрессивная болезнь в ЦНС. Вариант номер один если это локальная прогрессивная продолжение терапии таргетной плюс локальный контроль если экстракрониальная отсутствует прогрессивная болезнь. По мне таргетный препарат только в том случае если болезнь прогрессирует экстракрониально также или участие в клинических исследованиях. Что касается самой терапии системной как отдельного варианта лечения она может использоваться в случае если имеется рецидив болезни в прогрессивной после локального контроля это хирургия или учевая терапия или рецидив при бессимптомном поражении ЦНС. А ранее нелеченные больницы с метастазом ЦНС то здесь конечно наивочий вариант это сочетание учевая терапия или радиохирургии в сочетании с системным лечением. Для системного лечения могут обсуждаться больницы с бессимптомными метастазами или минимальными симптомами. И лучший прогноз как я сказал умеют больные отдельные пациенты в частности у которых лучший прогноз по корновскому состоянию и ХР2 позитивный рак молочной железы. Размес радиохирургии изучает сочетание с новыми противоопытными препаратами. Когда мы выбираем вариант лечения для наших пациентов здесь нужно главный стандарт применять это проводить консилиумы с участием всех специалистов и нейрохирургов и лучевых терапевтов радиохирургов и химиотерапевтов. Только в этом случае мы можем выбрать оптимальный вариант лечения где хирургию где лучевую терапию на весь головной мозг которая последнего года откладывается на более поздние этапы или стереотоксическую радиотерапию и радиохирургию. Разумеется с учетом неврологического состояния и качества жизни пациента. На этом завершаю эту презентацию. Продолжение следует...